Я сам продавец, я всегда так представляюсь и буду представляться всегда. Я продавец, 14 лет занимаюсь продажами, последние 7 лет занимаюсь управлением продажами, и у меня свои ивенты-агентства и своим бизнесом, в общем, было. Ивенты-агентства сейчас школа системных продаж. И в 2011 году мне посчастливилось работать региональным директором компании Groupon. Кто слышал про Groupon что-нибудь? Есть такие? Которая в том году была признана самой быстрорастущей компанией в мире. И то, в какую систему я окунулся, об этих элементах, которые я увидел, и которые сейчас мы внедряем в компаниях уже российской специфики, в нашем малом и среднем бизнесе, я поговорю о том, что такое система. Потому что продажи бизнеса – это система. Конечно, в ней есть человеческий фактор, есть определенные нюансы, но если система не функционирует, если какие-то из этих элементов не налажены, то вы не будете получать ожидаемого дохода, ожидаемого результата. Для начала разберем типовые ошибки. И я начинаю сейчас с своего любимого вопроса. У кого план по продажам не выполняется? Есть такие? Есть, на мой взгляд, всегда три главных ответа, почему он не выполняется. Первый – у вас плана нет вообще. И это нормально. Я прихожу часто в компании, мало-средний бизнес, вроде компания 19 лет на рынке работает. У менеджеров нет планов. Из-за разряда, ну продали – молодцы, хорошо, не продали. Ну вот так вот как-то. И когда спрашивают, что у них вот так вот, как карусель такая, вверх-вниз результаты. Ну, пришел хороший менеджер – работаем, нормально. Ушел хороший менеджер – не очень результат. Вторая причина, возможно, если даже у вас есть планы, но у менеджеров нет мотивации эти планы выполнять. Скажите, пожалуйста, у кого система мотивации для сотрудников, либо вы… Есть те, кто сам продажем занимается? Либо вы, например, в такой системе мотивации работаете. У кого система мотивации у сотрудников отдела продаж завязана на проценты? Ну, хорошо продал, да? А у кого она завязана на план? Выполнил план, заработал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И на то, и на другое. Это хорошо, когда на то, и на другое. Но, опять-таки, частая ситуация, мы даем фиксированную какую-то систему оклада, мы даем какой-то процент, но этот процент никак к плану не привязан. Поэтому, собственно, менеджер, он и не видит перед собой никакой планки. И третье, менеджеры просто не умеют продавать. Кто считает, что его сотрудники, менеджеры, ну, не очень хорошо продают? Вопрос, почему? Почему они не умеют? Никто не учил, да, действительно. А вы? На что? И меня никто не учил. Не поверите, меня тоже никто не учил. У нас как-то вот так вот в России эмпирическая школа и вообще школа продаж, да? Не в школах, а в университетах нас не учат продавать. И вообще считается, в общем-то, навык коммуникации, переговорный навык. Кого вы учили в школе переговорами вести, да? Или в университетах? Есть отдельная дисциплина в университетах, да? Вот, кстати, пара человек сейчас руку подняла, когда про университеты. Где есть базовые курсы коммуникологии, да, или переговоров. Но в основном нет. Считается, что продажи не очень переговоров важный процесс, а вот там биология и прочие вещи, природоведение. Помните, был такой номер в КВН питерской команды, они разыграли чисто убийство в английском стиле. Они такие, и чем же вы убили? Тупым предметом, сэр? Ага, природоведением. То есть есть предметы, которые важны, а нам же не придется с людьми вести диалог, правильно? Нам не придется с друг другом взаимодействовать. Зачем этому учить людей? И, к сожалению, это все перетекает в то, какие люди приходят в продажу. Это, ну, в общем, надо просто принять эту ситуацию. Скажите, пожалуйста, кому знакома ситуация? Первое. Вместо результата вы часто получаете не результат, а недорезультат, и огромную жирную причину, почему у меня не получилось. И, как правило, чем длиннее наше объяснение, тем больше знак равенства мы ставим. То есть у меня не получилось, потому что там вот я звонил, не дозвонился, я пробовал, не получилось и так далее. Второе. У кого не очень высокий, ну, как говоря, низкий процент конверсии звонка или заявки в покупку? Есть такие? А может быть один из десяти звонков заканчивается и так далее. У кого сложности с поисками квалифицированных продавцов на рынке? Вообще тяжело найти продавца. Каждый приходит, десять человек вы приглашаете на интервью, доходит, дай бог, пять, да? А то и три. Из этих трех вы как-то, или из полутора, которые дошли, вы как-то выбираете и говорят, ну, ладно, вот пусть будешь ты. И он не выходит еще и на работу, да? И кто слушает периодически коммуникацию, разговоры своих менеджеров? В торговом зале, по телефону, да, на встречи ходят. У кого уши в трубочку иногда сворачиваются, когда вы мимо проходите, например, да? Хочется застрелиться. Вот если эти ситуации происходят, это классическая ситуация, когда, ну, значит, какие-то винти, какие-то элементы в вашей системе не работают так, как нужно. И вопрос в том, ну, что можешь делать? Можно подойти наорать, правильно? Ты какого хрена делаешь? Ты зачем это говоришь? Изменится что-то от этого? Глобально нет. Придет другой, он будет делать то же самое. Я недавно, позавчера, нет, сейчас, сегодня вторник же, да? Вчера с утра у меня была встреча с клиентом, который мы где-то год назад сценарий разрабатывали. И, ну, мы общаемся с двумя, с двумя проанализировали их записи разговоров новых. У одной девочки все неплохо, у второй, в принципе, тоже все неплохо, но конверсия, в общем, упала. И выясняется, смотрим, как у них по структуре, по сценарию идет. И руководитель такая говорит, ну, а почему? У нас же все есть прописано. Почему ты вот так не говоришь? Ну, вот классическая израильность. Я как бы такой весы между ними. Я говорю, ну, сейчас разберемся, все нормально. А она такая, ну, почему? Она такая, ну, у нас же есть все прописано. Где? Ну вот, другая достает такую папочку. Вот у нас есть сценарий, который мы писали, да, там все. Она такая, о, какой интересный документ. Я говорю, ну, я его не видела. Если про идеи, я постараюсь дать вам несколько таких идей, которые, ну, действительно классно работают по практике, не только в крупном, в среднем, малом бизнесе, не принципиально, которые вам могут помочь. Начнем с планирования. Первое. Планы. Планы, они должны быть обязательны. У людей должны быть ориентиры, у людей должны быть нормативы. Если вы их не знаете еще, например, есть те, у кого еще пока нет нормативов, но просто потому, что вы не так давно работаете, вы еще не знаете, на что ориентироваться. Как-то дата не накопилась. Есть? Немного. В основном у всех есть. Скорее всего, есть. В свое время, когда через меня прошло очень много продавцов, в том же группоне я каждую неделю нанимал, увольнял кого-то. Даже если у меня не было вакансии, я смотрел людей. И в процессе мы, когда росли, мы быстро растрели, определились некие нормативы. Через какое-то время выяснилось, что, например, хороший менеджер среднестатистический. Есть же звезды всегда, но на звездах далеко не уедешь, они не всегда стабильны, и с ними нужно определенное управление. А есть среднестатистический продавец, такая рабочая лошадка. И вот он должен делать, например, минимум 700 тысяч маржи. Не сразу это выпуснилось. Поэтому система мотивации за тот период времени, меньше года, который работал, три раза у нас менялась. Сначала от оборота, потом к маржи, потом к маржа минус возвратов, потом к планам в итоге перешли. Когда у нас есть эти уже планы, мы понимаем, вот, это минимум. Человек, который делает меньше определенного норматива, он мне неинтересен. Но не так, что, блин, а кого же я найду-то сейчас? Как же я уволю? Сейчас был недавно вопрос. А что мне с ним делать? Я что, сам буду звонки входящие принимать, например? Опять-таки, тоже ситуация у клиента. Мы сценарий… Там две девочки на входящем потоке. Новый сценарий для них сделали, обучили. У одной сразу результаты в два раза больше. Зарабатывал 35, стал зарабатывать 70. У другой так же, потому что у них была на тот момент система мотивации, которая была уравниловка, знаете, такая. Ну, мы же не можем лиды отследить, на кого пришли. Поэтому пополам все. И другая, ничего не изменив в своей модели поведения, стала зарабатывать тоже 70. Естественно, мы как бы им сказали, ребят, давайте распараллелим. И та стала резко опять зарабатывать меньше. Тата хорошо заработает. Она стала резко недовольна этим. Естественно. Я тут целый месяц-два зарабатывала 70, а то меня опять опустили 35-40. И каждый месяц она работала все хуже. Она начинала где-то хамить клиентам, она опаздывала постоянно. Руководитель не могла с ней ничего сделать, уже штрафы, угрозы и так далее. Постоянно она спрашивала, может быть, вы что-нибудь еще с ней сделаете? Может, ее обучите, еще что-нибудь? Как вы думаете, имеет ли смысл что-то делать с человеком, когда он того не хочет? Для чего дается второй шанс? Ну, он на то и второй, что он дается один раз, а не два, второй, третий, четвертый, пятый. Ну, блин, кого же я возьму вместо нее? Она 7 лет работает у нас, она здесь рядом живет, у меня это одиночка. Ну, куда я ее уволю, она говорит. Мой вам совет. Можете прямо сейчас не увольнять, но за этот месяц ищите замену человека. Потом, в общем, она сама уйдет, или вы его уже уволите. В итоге три месяца они с ней мучились еще сверху, потом все равно уволили, нали на другую девочку, она сразу начала давать результат, по-моему, в два раза лучше. Вопрос, что было кота за яйцо, что называется, тянуть. Планы должны быть. Нет ориентиров, менеджеры не будут понимать, куда идти. И эти планки, они должны постоянно повышаться. Сделали 4 миллиона, окей. Следующий месяц 4200. У нас планы постоянно повышались. Мы выросли с 10 до 60 миллионов за 7 месяцев. То есть сделать 10, следующий месяц 15. Сделать 15, теперь следующий месяц 21. Как? Это вопрос ресурсов уже. Ты должен либо нанимать больше людей, ты должен лучше у них инвестировать, обучать, должен в маркетинг вкладывать. Вопрос ресурсов. Вы же понимаете, что если вы очень хотите цели добиться, вы ее добьетесь. Но если у вас цели нет, вы ничего не сделаете. Второе. Планируете ключевые показатели, KPI в воронке продаж, не только объем продаж, не только маржинальность уровня, еще что-то, а конкретные KPI, что вас приведет к вашей цели? Как вы придете к этому результату? Когда мне приходил план с Москвы о том, что наш город должен сделать такой-то оборот, первая реакция, какого хрена? Мы сделали 15, нам говорят 22. Ну как? За месяц. Это у нас еще людей столько-то взять, чтобы они сразу начали результат давать. Мы, естественно, торговались. То же самое я делал с менеджерами. Мы селились и говорили, значит, ты сделал 700, теперь ты должен делать 950. Первая реакция как? С каждым садишься, разбираешь его пайплайн, воронку, планы, лиды, каких категорий статусов, своя система статусов по лидам, то, о чем сегодня уже говорили, Миша говорил по распределению. У нас было четкое распределение. По критериям категория золота дает определенный минимум, даст нам столько-то уровень дохода. Вы это можете, когда делаете анализ своих клиентов, вы же можете примерно делать усредненные такие портреты клиентские, и оценить, сколько в среднем один клиент из данной категории генерирует денег. Тогда вы можете присылать им все рамки статуса, и из-за этого можно сделать план для менеджера в том числе. В зависимости от того, активные или входящие продажи, то же самое. У кого нет активных продаж, только входящий поток. Есть такие? Счастливые люди говорят. Ага. А у кого активные есть? А у остальных всех активные есть? Ага. У остальных не подняли руки, значит нет продаж, наверное. Нет продаж, поэтому здесь и сидим, да? А сейчас современный тренд такой, что все не очень хотят активно продавать, даже в B2B часто. Давайте мы входящий поток сделаем, и лиды будем обрабатывать. Это нормально, но вопрос в том, какие лиды. В принципе, сейчас через интернет продается что угодно уже. Даже B2B уже умудряются лидогенерацию делать с разных каналов. Поэтому вы должны посчитать. Есть план? Какие нормативы? У нас были четкие нормативы. Для того, чтобы выполнить план, менеджер должен делать определенное количество действий. В день он должен сажать минимум 30 холодных звонков и 3 встречи заключать. Если он в день не делает нормативы, значит он скорее всего не выполнит недельный план в показателе минимум 3 контракта заключенные. Если он на неделе не выполняет минимум 3 контракта, скорее всего он не выполнит план месячный по продажам. И в контроле мы это обсудим, но эти показатели, как воронка на каждого менеджера, мы смотрели на зирвили, я с каждым разбирал, куда он идет. Потому что часто бывает так, мы дали план, пошли копать. А как я накопаю, непонятно. Люди должны видеть, как они этот план добьются, что им нужно сделать. Если у них этого видения не будет, они не сделают план. Они будут придумать все, что угодно. Вы на них можете кричать, но ничего не будет. Третье. Прогноз воронки с каждым менеджером. То, что я говорил. И четвертое. Визуализация. Сделайте визуализацию. У кого есть, висит. До цели осталось. Ага, раз, два, три, есть. Как на нас работает визуализация? Вы же знаете. Одно дело, кто бывает просто забывает какие-то цифры показать. Мы идем к чему-то, а потом ты себя спросишь. Так, мне надо залезть в табличку или в серымку посмотреть. Что у нас там. Мы же обычно не держим в голове многие вещи. Мы можем держать, конечно. 60 миллионов хотим заработать. Как тоже клиент. Какая цель? Приходим. 60 миллионов заработать. И у них такая табличка в эксельке. Каждый месяц они хотят заработать по 5 миллионов. Окей, сколько хотите сейчас? Сколько делаете сейчас? В среднем около трех, плюс-минус. Но каждый месяц хотим по пять. Хорошее планирование, да? Реально? Нереально. Но нужно как-то адекватно оценивать силу. Мы с ним прописали воронку. Сколько им нужно, какая у них текущая конверсия. Сколько при текущей конверсии им нужно входящих лидов. Сколько нужно там отправленных договоров. Средний чек договора. И в итоге они посмотрели, что им нужно. Если ничего не изменит в своей системе продаж, им нужно в 10 раз больше лидов, чтобы получить желаемый результат. В общем, нереально. Они тратят 200 тысяч в месяц чисто на директ, на рекламу при лечении клиентов. Гораздо проще поработать внутри системы, чтобы она обеспечивала лучший результат. А там из 1200 заявок заключается 50 договоров со средним чеком 47 тысяч. Где здесь ошибка? Как вы думаете? Причем год назад они получали ровно те же 40-50 договоров, но из 250 входящих обращений. Тысяча накинулась. Результат не изменился. Следующее. Мотивация. Про мотивацию Олаф много говорил. Про мотивы людей. Я буду говорить больше про мотивацию денежную. В первую очередь денежную. Нематериально тоже важная вещь и стимула. Но мотивация всегда должна быть привязана к плану. Лучшая система мотивации, это когда плавающая мотивация от кипяев завязана. Не важно, вернее важно, надо посмотреть просто какой тип продаж, если входящий поток, то за какие показатели отвечает менеджер на входящем потоке? Конверсия от входящей, да. Еще что? За средний чек отвечают? Да, за средний чек, как правило, отвечают. Ну только если у вас неоднотипный товар и в общем-то… Ну хотя можно же продать несколько штук. Хорошо, разовый товар, однотипный и все, ничего не продать больше. Только в таком ситуации, например, он не отвечает. За пселкерселл, ну это средний чек, как правило, в любом случае. Он это сделал, продает, у него средний чек увеличивается. Соответственно, плавающая доля мотивации, когда вы ставите нормативы. Если это активная продажа, у тебя норматив в выполнении плана продаж. Если это входящий поток, там другая ситуация, там вы делаете акценты на конверсию. Ну делите градацию, ставите KPI, да, там 80%, 100%, стой здесь, и 120%, допустим, делаете. И есть какие-то нормативы. У тебя ты должен сделать там 1 миллион план, там 0,8 миллиона план, да. 1,2 миллиона план и так далее. Выполняешь план 100% и выше вот сюда, да, получаешь свой бонус. На входящем потоке это может быть оклад, например, плюс 100%. Я сижу, отвечаю за какие-то показатели входящей конверсии. Обеспечиваю минимальную норму конверсии, вот здесь, которая у меня обозначена в плане. Делаю минимальный какой-то средний чек, получаю плюс 100% к окладу. Вместо 25 могу получить 50. Например, вместо 20-40. Делаю от 80 до 100, получаю плюс 50% к окладу. Делаю меньше 80, получаю 0. Делаю больше 120, получаю плюс 150%, например, да. И так далее. То есть, опять-таки, это можно посчитать так, чтобы это было выгодно, потому что часто, когда бизнес у вас растет, если это все подвязано еще на процент, у него доход будет расти вместе с бизнесом. Вы сейчас делаете 3, он получает процент. У них было там что-то 2-3% от оборота. Дальше менеджер будет получать все время больше, больше. Это сейчас 30-40, потом будет 70, потом 100 будет получать. В принципе, это не хорошо, не плохо. Вопрос в том, какую функцию выполняет. Если роли в продаже его никакой особо нет, он просто отгружает, что называется. Вопрос зачем? Эта история всегда человека стимулирует достигать планов. У меня в группоне был один раз парень, один случай только был, когда один человек не выполнил план 80%, меньше, чем 8%. Причем такой был среднестатистический добрячок-продавец, когда он мне пришел и говорит, «Слушай, а что делать теперь?» Средний у нас уровень хода был в районе 100 тысяч. Звезды получали где-то по 150-200. Зачастую были это студенты старших курсов еще, без опыта продаж какого-либо. Среднячки где-то 70-100. Оклад 20 тысяч на испытательный, 30 тысяч после испытательного. Но я к нему каждую неделю, у нас были с тем показатели, которые я говорю, «Аким, смотри, ты не выполняешь. Да, давай, помощь какая-то нужна, давай что-то с этим делать. Две недели, Аким, смотри, куда ты идешь. Три недели, Аким, смотри». В итоге мы пришли туда, как пришли и говорят, «А что мне теперь делать?» Я говорю, «Ну, как-то с этим жить. Как вы думаете, в следующий месяц что с ним произошло?» Нет, он был в топ-3. Если бы это новичок был, то велика была ладерация, чтобы он все. Обычно такие испытные сорок не проходили в течение трех месяцев. Но он-то регулярно выполнял план. А тут он облажался по полной программе. Он причем понимал, что он на это шел, но как же так, я выполнил 79% новый. Соотношение. Смотрите, чтобы соотношение у вас стимулировало человека продавать, добиваться результата. Потому что часто бывает такое, что вроде казалось бы, процент есть, но продавай, не хочу, зарабатывай больше. Ведь каждый же может зарабатывать больше, а он сидит на попе ровно и ничего не делает. Ну как ничего не делает? Что-то делает? Но такое ощущение, у кого бывает, что такое ощущение, что они как-то не очень заинтересованы в деньгах? Бывает? Пропорцию измените. Измените пропорцию. Если, например, это холодная продажа, но я рекомендую 30 на 70. То есть если человек зарабатывает и хочет, и может зарабатывать сотку, но максимум 30 должен быть оклад. Максимум. Бывает ситуация вообще, когда нулевой оклад у человека. В среднем. Опять-таки, вот я, например, группам говорю, у нас 30 это было после пятого срока, это оклад, а в среднем зарабатывали около 100. Были звезды, которые зарабатывали больше. Но мы же не можем по звездам ориентироваться. Если я к вам приду на интервью, и мне скажете, у нас, значит, можно зарабатывать 200. Я приду, я же все в первом месяце узнаю, кто сколько где зарабатывает. И на самом деле, что вы меня обманули, что это звезды делают 200. Мне до этого нужно еще полгода попахать, клиентскую базу наработать. А по факту я буду получать голяк первые месяца, сокла на класс сеть. Ну, кто у вас поработает долго? Какая мотивация будет? Если это входящий поток, и вы не можете человеку ставить, например, чистый план, потому что он не влияет на лиды. Но на конверсии можете, и даже от этого, если у вас прогнозируемый поток лидов, и можете даже планы в деньгах для него делать. Тогда 50 на 50 абсолютно нормально. Вот как здесь, например. Выполняешь план, плюс 100% к окладу. 25 у тебя оклад, сделал план, 50 заработал. Нормальная сумма, да? 20 оклад, 40 там заработал. Можешь больше. Можешь больше. Да, я говорю, что для многих специалистов отдела продаж материальная мотивация не является единственной. Безусловно. Да, и поэтому не всегда следует от них ожидать эффективных результатов в том случае, если есть хорошая материальная мотивация. Конечно. Вы знаете, кто у нас идет в продаже обычно? Проводилось исследование, почему вы пошли в продажу. У людей спрашивали разные профессии. Знаете, какие ответы были? Ответ номер один по популярности. Меня никуда не взяли. Больше. А ответ номер два, в общем, примерно такой же, рядом с домом. С точки зрения мотивов. Опять-таки, это не про всех. Всегда есть звезды, всегда есть ребята, которые к чему-то стремятся. Но люди сейчас неосознанно большинство идет в продажу. Оттого мы имеем результат, оттого мы имеем сервис, который у нас сейчас есть. От этого я, собственно, и школу делаю. Хочется изменить вообще отношение к профессии, чтобы люди шли осознанно, получали удовольствие, понимали, что есть много денег, много заработать, и как это делать, и как карьеру строить. Когда ты расскажешь человеку, например, знаете, кто в банках, например, чаще всего генеральными директорами становится? Две функции у них ключевые. Продажи и финансы. И обычно финансовые директора и коммерческие чаще всего становятся топами. Ну, если мы говорим про коммерческие банки, там не госсектор, да, например. А коммерческие директоры, они из продавцов вырастают, да, из полей, потому что они знают бизнес-процессы. Если бы люди это понимали, они бы, возможно, по-другому к этому относились. Но, к сожалению, к продажам относятся как к временной работе в основном. И нематериальная мотивация, безусловно, да, вы правы, она должна быть индивидуальная и коллективная обязательно. Лучше продается месяца всегда. Делайте индивидуально, поощряйте. Это эго у людей потешить, особенно если это активные продажи. У нас постоянно меняющиеся призы. Даже просто повесить человека, вот у меня клиента агентства независимости было, ты проходишь, у них там три, здесь сертификаты, с одной стороны, а с другой стороны входят таблички. Три лучших продавца месяца, да, в разных категориях. Сколько гордостью они проходят каждый раз мимо, да, этой табличек. У дилера парковка, индивидуальная парковка лучшего продавца месяца такого-то и фамилия. Да, ну мелочь, ничего вообще не нужно. Просто как бы немножко числа вега. Про контроль будем говорить, там рейтинги мы сделали в свое время. Они бежали, я с утра озвучил рейтинг новый, они бежали посмотреть, кто кого подвинул, да, в общем, в этом рейтинге. Это не материальная мотивация, коллективная. Клиенту систему ставили, два месяца обычно нужно, чтобы систему скорректировать. У них, в общем, было, система мотивации у них девять грейдов, максимум люди до второго доходили, туда они смотрели, говорили, ууу, нереально. Руководитель, он же и менеджер, он получает двойную систему от себя вообще, и как бывший продавец, и еще как за отдел. Вообще шикарная история. В чем он заинтересован больше? Может ли быть ситуация, что он может себе лучшие лиды перенимать? Ну, в общем, бардак был полный, планов особо тоже никаких не было. Мы им все поставили, наладили, просчитали. Антики. Ну вот, а, и стагнация была, то есть два года компания не росла. Была там на уровне, не помню, сколько сейчас, около 17 миллионов. Говорю, сколько хотите в этом? Ну, 20. Ну, мы посчитали, я сейчас точно не цифру, не помню, примерно, по-моему, 20. Посчитали, ну, придете легко. Говорю, давайте амбициозную. А если сделают 23, например, будете готовы всю команду, не знаю, отправить куда-нибудь в Сочи? Да? А там у них 6 человек в отдел продаж. Он говорит, ну, сколько вам это станет? Ну, 250, ну, 300. Ну, на сколько дней там, да? Можно 200, можно 300. Готовы? Готовы, да, легко. Говорят, ну, объявите, сделайте. Они поставили. Четыре месяца подряд команда перевыполняет все планы. И вот недавно в Инстаграме в Сочи не поехали, на Кипер всех вывезли уже сейчас. То есть еще до конца года не дошли, они уже всех вывезли, потому что они с опережением графика уже, они уже, по-моему, выполнили даже планы. Вопросы. Это всего лишь опциональная история. Вы можете какие угодно делать. Работают индивидуальные, работают коллективные. Просто надбавка. Опять-таки, сидит два менеджера в входящем потоке. Говорят, а как же я сейчас, если они будут вот так вот каждый на себя тянуть одеяло, да? А она в другую смену пришла, как она будет у нее там лиды перехватывали, будет не помогать. Но сделайте им надбавку. Вот индивидуально, вот твой план, ты его даже делаешь, зарабатываешь, вот как здесь, да? А вместе у нас общая цель вот такая, сделаем ее вместе, каждая получит хоть просто по 5000 надбавку, хоть еще что-то. Но коллективно, коллективно она всегда человека стимулирует работать сообща. Контроль. Контролируйте первые ключевые KPI, показатели продавцов. То, о чем мы говорили. Ну, есть там база, формула, да, лиды. Да, сейчас. Давайте отдельно. У нас времени очень мало, чтобы успеть. Я готов остаться, про руководителя отдельно, если нужно, обсудим. LCPQ, да, лиды, конверсия, средний чек и количество повторных покупок, это все вы должны мерить по менеджерам. Сколько у человека это? Не так, что у нас в среднем в компании, а менеджер у них, особенно это в крупных компаниях, работаем, например, там, Бабаду интернет-магазин какой-нибудь, да, там 20 колл-операторов колл-центра. По каждому ключевые показатели считают. Сколько у человека средняя конверсия? Сколько у человека уровень среднего чека? Они у всех отличаются. У одного конверсия поменьше, но зато у него, блин, такой средний чек, он каждому продает там на огромную сумму, да. Они все разные. Контролите показатели, чтобы вы понимали, кому над чем работать. Потому что у одного в одном проседает, у другого другое проседает. Если вы эти показатели не считаете, вам, в общем, вы будете всем пытаться одну пилюлю дать. Еженедельный, ежедневный контроль, коррекцию производить, ну, в зависимости от параметра. Не так, что вот мы цель поставили, месяц прошел, выполнили, не выполнили. Неделя прошла, срез одна четверть. Миллион цель, 250 должен был выполнить, сколько сейчас. Так называемый run rate. Это третье. Водите конкуренцию, соревновательный режим продавцы. Неважно, входящие или активные продажи, чем они работают. Они любят соревнования. Водите геймификацию. Вот как я рассказал про рейтинг, так называемая система run rate, к чему мы идем, каждый день обновляемая у нас была. Есть общая цель, мы к ней идем. Сколько осталось до цели? Насколько у нас deviation, отклонение от плана в процент, что они красная зона и зеленая зона. Кто в красной зоне, кто тянет команду вниз, кто в верхней зеленой зоне. Они все это видели. Они все друг друга пенали. Так, а ты что там, Аким, давай застрял. Давай как-то подтянись. И у нас есть коллективная мотивация, что мы вместе выполним цель. Все больше заработаем или куда-то там поедем или что-то сделаем. Не обязательно ехать в Сочи. Мы там выезды на БТРах делали, пинбол там для всех команд или еще какие-то такие вот вещи, каждый раз новые. Это, в общем-то, менее значительно затратно, чем вывезти куда-то. Разные вещи вы можете делать и в зависимости от вашего бюджета и желания. Даже на входящем потоке, чтобы они видели регулярно обновляемую табличку, вывесить там из СРМки распечатывал, я просто вешал. Они приходили, смотрели. Кто, как, кого, куда подвинул. Нематериальные истории мы вводили. Вообще прикольные штуки. Например, первым трем местам мы давали персонал ассистента, который в следующий месяц всю бумажную договорную работу делал за них. Как только они вылетали из первой тройки, как они не хотели опять этим всем заниматься и пахали, чтобы вернуться туда-обратно. Распределение лидов то же самое. Это тоже некий стимул. Пришел золотой лид. Я никогда не отдам человеку из нижней части рейтинга золотой лид. Хочешь получать золотые лиды, изволь, вот сюда вылези. Я тебе буду давать. Никакого там дискриминации. Пожалуйста, научись работать, как они. Сделать систему оценки работы менеджеров по продуктам, по продуктовым знаниям, навыкам о модели и по технологии продаж. Это сценарии, соблюдение технологии. Если нужно, тоже могу прислать примеры, как мы это делаем. Это просто, например, хотите телефонный, прослушка есть, есть система оценки. Баллы поставили, видно, у кого что проседает. Либо технология, либо знание продукта проседает, либо навыковый строй. Человек не умеет закрывать, не умеет инициативу вести в диалог, не умеет входить в контакт. Все видно. Что-то из трех всегда проседает, а бывает все три проседают. Просто вы будете оценивать, и можно индивидуально с человеком понимать, где у него косяк. Ты по продукту плаваешь, ты плаваешь на этапе контакта, а у тебя вообще никакой логики в диалоге. А продукт знаешь идеально. Найм. С точки зрения найма. Составьте портреты типичные. Проблемы с поиском, но у кого есть реально или были раньше крутые продавцы в компании? Или кто сам был крутым продавцом? Можете описать примерно портрет человека? Кто это такой? Опишите. Опять-таки у меня было несколько. Я категоризацию сделал. У меня были ребята такие, знаете, наглость на уровне самоуверенности. Он заходит, уже ощущение, что все должны ему. Это определенная категория. С ноги дверью убивать. Определенные звезды, с ними нужно контакт уметь налаживать. Одна категория. И портрет. Что за человек, как правило, его возраст, предпочтения и так далее. Были другие, которые вообще, казалось бы, интроверт жесткий, он зануда. Вот явно зануда. Он первую встречу с клиентом, когда я пришел посмотреть, как он продает, когда пришел в компанию, я вообще не участвовал в процессе, просто сидел, наблюдал. Он мучил клиента полтора часа, хотя на 40-й минуте он сказал, ладно, мы согласны. А когда спросил после всего этого, Ваня, а нахрена вот это все было? Он говорит, ну, я так не могу, я пока не буду до конца уверен абсолютно, что они четко понимают, на что они идут, что у них все есть в голове, я так, я по-другому никак. И он был всегда одним из лучших, понимаете, его, он вошел в доверие, там, к медицинской клинике, всякие процедурные вещи, его по рукам передавали. Хочешь сделать там акцию, вот иди к Ване. Он заслужил определенное доверие. Это тоже другой типаж портрет. Была девочка вообще непримечательная, я думал, ну она вообще, вот, давайте, бесталантный. Но у нее такая была мотивация. Прожила всю жизнь в хрущевке с мамой одна и хотел выбиться из этого всего там говна. В общем, сама заработала себе на машину, сама заработала себе на квартиру. Выбила, сейчас директором работает, да? По хаосу с утра до вечера, как конь. Мотивы людей, смотрите на мотивы людей. У меня были любимые критерии активного продавца в активной продаже. Первое, приезжий. Не нужно объяснять, почему, да? В общем, зона комфорта какая у человека, который он приезжает на новое место, ни друзей, ни знакомых, ничего, да? И тот сытый выпускник местного университета, который выходит, дайте мне оклад 50, да? Но не все были и местные. Вот как я рассказал про эту девочку, она местная, но прожила вот в таких условиях всю жизнь, да? Это другая мотивация, другой стимул. И отягчающие обстоятельства тоже всегда были плюсом. Ипотека или маленький ребенок, это в общем значит, что человек будет землю грызть, да? И это все всегда были одни из лучших. То есть смотрите на такие параметры, неочевидные, мотивация, какой мотив у человека, если вам нужен боец, который как волк с Уолл-Стрит, который будет… У нас вот во многом была система как волк с Уолл-Стрит, только без наркотиков и женщин. То есть атмосфера примерно такая же была, да? На тот момент. Выбирайте стратегию поиска, выпишите базовую компетенцию, то есть окей. Или это не ваш путь? Опять-таки у нас был клиент, они могут платить максимум 50. Ну просто экономика бизнеса такая, они не могут платить больше, а хотя и активные продажи. В среде кто у них в основном работает, как идти пожилы лучше все подходит, то лучше справляется. Оказалось, что это девушки, потому что парень не пойдет амбициозно переехавший из другого города, который хочет за 100 суток свыше зарабатывать. Девушки, которые не обременены жильем, они живут либо с молодым человеком, либо с родителями. Для них это не является основным источником заработка. Они получают нечто большее, чем просто деньги, некую самореализацию. Они в среднем зарабатывают около полтинника, 40-50, и им все хорошо. Это другие портреты, активные продажи, казалось бы. Нет единого стандартного некого инструмента, единого портрета. Опишите, какие типажи вам больше подходят и ищите таких же. Составьте критерии проверки. Базово по резюме. Как мы обычно ищем кандидатов? Как пассивная продажа? Закину удочку на HeadHunter, сижу, клюет, не клюет. Пришло полтора землекопа, я из них выбираю, говорю, людей нет на рынке. Что делать? Меняйте стратегию. Если что-то меняется, а рынок меняется. Я на iPlay в форме выступал, по-моему, год или полтора назад. Юлия Сахарова, директора HeadHunter, после меня выступала. Она статистику приводила. На полторы тысячи по Пинтеру вакансий разных в отделе продаж 700 кандидатов. Спрос в два раза превышает предложение. Из тех, кто есть еще, моя личная статистика, из тех, кто есть на рынке, 90% не умеют продавать. Как найти? Никак. Вы должны сами перерывать. Меняйте, значит, стратегию. Определили компетенции. Вот мне нужны такие-то… Да. И? И? И что? Ну, а вы понимаете, что в этих десяти… Сейчас, коллеги, у нас мало времени, тайминг, да? Уже надо сейчас заканчивать. У нас перерыв, я уже сейчас буду занимать у вас. Вы понимаете, что где-то, значит, здесь системная ошибка, да? Вопрос к тому, а что внутри процесса вашего происходит? А вы можете себя продать вообще, как компания? Почему люди не доходят? Почему? Смотрите, одна стратегия. Я сижу, жду. Кто меня найдет, кому ее понравилось, тот мне позвонит, откликнется. Правильно? Вторая стратегия. Вы ставили модель компетенций, навыки, сделали сценарий проверки этих компетенций. Например, вам нужен человек стрессоустойчивый, еще что-то. Да, какие-то базовые вещи, коммуникабельные, чтобы не картавил там еще каких-то вещей, там коммуникация нормально была. Ну, это и проверяем. Берем базу доступа, не только к хантерам единым, да, есть другие базы. Берем, смотрим, кто вообще в этой семье ищет там. Смотрим, о, по критериям приходит, там, приедешь, еще какой-нибудь. Не факт, что он на вас выйдет и вас найдет. Звоним, говорит, здрасте, работу ищете? Нашел на сайте. Ищем. Слушайте, а вообще, ну, а почему продажи? Ага. Ну, а у вас так опыта-то немного. Я смотрю, я вот сомневаюсь, что вы справитесь. Ну, сомневаетесь, и ваши права. Окей, до свидания. Да, как ты будешь с разряжением работать? Мне нужен такой, который сможет, да? Начнет как-то аргументировать. Ну, вообще-то, я был одним из лучших всегда, и там, и там, о, уже что-то, аргументация какая-то пошла, да? И мы тут же проверяем, фактически. Нам не нужно человека даже на собеседование звать. Мы можем по телефону отсеять половину сразу. Раз. Два-три вопроса базовых, которые вам нужны по вашим критериям. Проверили, годен, первую фазу прошел. Окей, мы такая-то компания, хотим пригласить. И нужно продать еще как-то себя. Не просто, что мы такая-то компания, а что, ну, вообще, почему я должен к вам прийти? Потому что, ну, 10%, почему они не приходят-то? Не потому что они не хотят, денег они хотят? Хотят. Но конкуренция-то, а я сегодня вам позвонил, а завтра мне другие позвонили, я уже туда не пошел, я пошел туда. Я с вами договорился выйти, а тут нарисовался вариант получше, посимпатичнее и работать поменьше вроде как, да, я пошел туда. Это не так, что он проснулся такой, блин, не хочу на работу, не буду выходить, хотя обещание дал, да, не буду на интервью. Они же сравнивают, они же продавцы так же, они хотят где лучше, почему вы решили, что они именно к вам пойдут, да? Конкуренция большая действительно, смотрите на это. Стратегию определите, ну, ладно, про стратегию отдельно, если нужно, обсудим. Быстренько прощелкаю. Обучение развития, да, как чему учить? До 10, у кого до 10 человек отдел продаж? Предыдущий слайд, слайды отправим. Какой? Вот этот предыдущий? Хорошо. До 10 человек, у кого отдел продаж? Кто должен учить людей? Роб, руководитель отдел продаж, как правило, да, самостоятельно. Если Роб не умеет, не знает, то что? Кто должен учить? Ну, отправлять куда-то можно людей, да, сознательно. Скачивать им книги, библиотеки ставить. Вообще куча кейсов прикольных, когда человек не очень не разбирался, он просто библиотеку сделал, марафон книжных червей, они там сделали, червячков таких лепили каждому, приз учредил, кто за год больше книг прочитал. Директор по маркетингу, 17 книг по маркетингу прочитал за год, выиграл этот червяковый марафон, плюс 30% за год в лидах, и, говорит, по обычным эффектам обсуждают еще книги. Все, кто ходит на этот книжный клуб, долго работают с компанией, те, кто не ходят, не приживается, как правило, уходят. Люди получают нечто большее, чем просто еще работу. Курс молодого, больше 10 обязательно должен быть менеджер по обучению, уже роб не будет справляться. Когда у меня стало больше 10, я уже зашивался физически. На 15 человек невозможно разорваться. Мы потом группы стали делать уже внутри. И у нас был менеджер по обучению, он бы хоть из Москвы удаленно работал, но был. Так, это прерывается что-то, да? Или мне кажется? Курс молодого бойца обучения обязательно делайте в какой-то вводный. Вы думаете, человек придет, начнет продавать? Нифига. Нужно всем дать ему изучить информацию по продукте, провести тест на знание продукта, да? Чтобы вам ответил. Дать ему информацию по технологии вашего продажа, сценарий, как нужно вести клиента, как нужно устанавливать с ним контакт, проверить может, не может. Дать навыковую модель базовую, натренировать его, провести несколько симуляций. Не вы, кто будет это делать? Он сам не будет это делать, да? Посмотрите, сделайте эту историю. Либо менеджер по обучению. Найдите человека, это не так дорого стоит. Сколько будет стоить найти человека, который будет зацечать у вас за развитие? Как вы думаете? Можно от 50 найти на самом деле, да? Опять-таки, какая цель будет? То есть вот в крупных каких-нибудь конторах, вроде, например, Бабадупа, кто-то рассказывает, там у них менеджер, он зарабатывает в районе полтинника, не так много. Девочка с опытом, ее цель натаскать, цель вывести человека на минимальный уровень. Я туда прихожу, мы конверсию сразу увеличим на 50% у отделов, из 20 человек, среднюю, из звонка в продажу. Она не может этого сделать физически, но она может сделать так, чтобы они на этом уровне примерно были все время, ну, некую базу, да? Понятно, вы не найдете человека суперкрутого, даже на 100, который придет и вам будет постоянно из одного уровня на другой выходить. Регулярно обмен опытом делаете между ними, чтобы периодически, там, каждую пятницу у нас совещание, да, у нас там были планерки по утрам, по 15 минут, фокус раздать, а каждую пятницу совещание, где мы в течение часа не только разбираем какие-то нюансы, кейсы и так далее. Я говорю, кто молодец, кто не молодец и почему. А мне еще так, Ильдар, звони. Так, Аким, теперь давай твои звонки разберем. Каждый раз так, давай теперь симуляцию проведем, чтобы они друг у друга учились. Стимулируйте это. Они сами не будут этого делать. Они слишком заняты текущими процессами рабочими, чтобы это самостоятельно делать. Только осознанная история. Спасибо. Спасибо. Поэтому вы и просили. А я думаю, что такое вы просите меня на желтый слайд переключить? Мне смешно, что-то никто не смеется. Но я примерно то же самое сейчас рассказал. Тренинги, асессмент-центр проводите регулярно. Маленький отдел продаж отправляйте, находите нормальные курсы в школу, ради бога. Большой отдел продаж приглашайте к себе хотя бы раз в полгода тренера, отбирайте, оценивайте, кто может, кто реально дает результат. Не просто круто, ребята, время провести, чтобы конверсия, результат увеличился. Мы всегда, мы приходим часто, просто ребята говорят, мы каждый квартал проводим тренинги, заказываем разных тренеров. Ну а как круто, всем нравится, все в восторге, все круто. Ну а результат, ну мы растем, каждый год растем, нормально. А конверсия как меняется? Мы не мерили. А может быть и так росло бы? Без этого. Обучение в любом случае это полезно, но нужно замерять его эффективность. Базово все. Запомните последнюю историю, что это система. Это базовая система и это система как фундамент. Если вы до старта ваших продаж не заливаете фундамент бетон, то вас заливает в него клиент после. Поэтому любите своих клиентов, строите систему. Если нужно, если у вас маленький отдел продаж, неважно, если вы хотите сами научиться продавать, вести переговоры, мы сделали игровой формат такой продавец идеи. Можете зайти на сайт продавец идеи РФ. Это формат такой месячной игры, где каждый день вы или ваш менеджер будет получать небольшие задания. Он научится продавать себя, самопрезентацию навык оттренирует, работать с возражениями оттренирует. У него будет периодический спарринг-партнер. Это все онлайн из разных городов. Он будет себя продавать, он будет отрабатывать всякие упражнения, он будет оценку получать, будет рейтингов система. Он в игровой форме будет учиться продавать. Если какие-то есть дополнительные вопросы, потребуется презентацию отправить или еще что-то сделать, можете написать мне на почту или в социальных сетях добавляться. Сайт наш salesatlanta.biz Если нужно обучить продавцов, хотите конверсию увеличить, существенно стать разработкой, тоже пишите, обсудим, посмотрим, какая ситуация. Если есть вопросы, есть? Были, да? Давайте я тогда, сейчас у нас перерыв уже, я останусь, отвечу, вот здесь буду. Подходите. Всем спасибо. Кому было полезно? И кто идеи вынес для себя? Спасибо большое.